Я хотел бы сказать следующее, уважаемые друзья. У нас основные пользователи платежной системы именно индивидуально привыкли работать через Каспий Банк. Я хочу сказать следующее. Режим сейчас пытается усыпить бдительность, теперь они прогоняют уже другую версию, что Мухтара Блязова невозможно экстрадировать. Увидев вашу реакцию и массовую поддержку у меня, уважаемые друзья, я хотел бы в этой связи вас поблагодарить. Но я знаю, что многие из вас не могут организовать перевод через Каспий Банк. И в этой связи я сегодня запустил новую платформу, которая позволяет вам проводить эти платежи, просто, что называется, нажав на одну кнопочку. И я прекрасно знаю, что наши казахские власти продолжают лоббировать, договариваться с правоохранительным органом. Они ищут разные способы давления на меня, возбуждать уголовные дела, какие-то новые иски. То есть эта борьба не закончится до тех пор, пока я не уйду с политической сцены. Вот цена вопроса. Вот что хочет режим. Но прекрасно знаю, что я буду продолжать бороться с режимом. И пока не добьюсь, чтобы этот режим ушел, моя борьба не остановится. И основную угрозу сейчас режим видит во мне, не потому, что Мухтар Аблязов может поделиться на миллион частей. Нет. Они видят угрозу во мне, что я являюсь организатором этого протеста. Именно они понимают хорошо основные свои угрозы. Они понимают, что завтра я приведу в правительство грамотных людей. И завтра мы в кратчайшие сроки сделаем нашу страну процветающей. Не через год, два, три. Что называется, немедленно, в течение месяца-двух, ваша жизнь кардинально изменится. И когда мы озвучиваем эти программы, ни один критик со стороны власти не может это опровергнуть. То есть, чтобы вы понимали силу наших программ. И в этой связи, понимая опасность, которая исходит от нашей организации, потому что мне удалось объединить много талантливых людей, много энергичных и идейных людей, которые прикладывают все силы, чтобы свалить этот режим. Безусловно, режим Назарбаева-Токаева не останавливается и работает над тем, чтобы уничтожить это сопротивление, уважаемые друзья. Я еще раз хочу сказать, что я нуждаюсь в вашей финансовой поддержке. Эта платформа, я которую сегодня запустил, позволяет вам оказать любую помощь. Мне некоторые люди пишут, что извините, что мы можем пожертвовать пять тысяч тенге, тысяч тенге и так далее. Друзья, если миллионы наших сторонников, желающих увидеть перемены, они сделают просто один шаг, даже пожертвуют буквально несколько тысяч тенге, мы решим все наши вопросы, я тогда смогу реализовать следующую стратегию. Защищаться на Западе, выигрывать суды, они меня будут заваливать исками. И параллельно мы будем организовывать сопротивление внутри нашей страны. И наша задача в этом году свалить этот режим. Шанс есть 19 марта. Если вы сейчас активно будете создавать ячейки, выходить на штаб, если мы к 19 марта соберем 4 тысячи ячейок, режима не будет уже 19 марта. Потому что Путин в это время будет занят войной в Украине. У него будет непростая ситуация. У нас есть возможность свалить режим 19 марта. Знаете, если мы даже не свалим режим 19 марта, мы все равно свалим его чуть позже. Но чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Потому что они сейчас крадут миллиарды долларов. Прямо сейчас. Прямо сейчас вам очень трудно жить. Поэтому, уважаемые друзья, центр сопротивления находится сейчас в наших руках. И власть по нам будет бить. Именно поэтому я обращаюсь к вам за финансовой поддержкой. Сегодня ко мне пришло очень много обращений. Я знаю, что вам удалось провести переводы через эту платформу. Я вам очень благодарен. И еще раз. Нам нужна массовая поддержка. Алга Казахстан. Алга Казахстан. Сейчас.